Практическая психология 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 признаку, значит. Ага, это пишет мужчина, да? Да, а ты тут отвечаешь, а много ли в твоём окружении, видимо, знакомый Руслан Бахматов, мужчин успешных и одиноких? Вот, хорошая... Может, мы его сразу же закроем, этот вопрос? Ну, говорят, что в нашем городе есть успешные и одинокие. Я таких не встречала. Да, но это, наверное, явление такое временное, да, потому что долго успешный мужчина не может быть одиноким. Мне кажется, у нас очень много женщин, которые готовы тут же рассмотреть этот вариант, да, и каким-то образом ему помочь избавиться от одиночества. Ну, я насчёт временности совершенно согласна. Я считаю, что мужчина успешный может быть одиноким между вторым, третьим, четвёртым, пятым, десятым браком, там, может быть, или ещё какой-то подругой. Он может быть временно одинок на две недели с аквалангом и друзьями где-нибудь на саднодайсе сафари, да, на сейшелах, например. Вот тогда он может быть. А в принципе, одинокий мужчина, успешный мужчина одиноким быть не может никак. Ну, вот это наше с вами... Потому что у нас много заботливых таких желающих, кажется, рядом. Хорошо, Света, это вот наш с вами взгляд, да, но у нас сегодня есть практик. Человек, который много-много лет уже, да, во взаимоотношениях, он, Наташа, изучает эти взаимоотношения, со всех сторон рассматривает, да, умеет ими манипулировать даже, можно сказать так, да? Регулировать. Регулировать, хорошо. Ну что, итак, мы уже сошлись на том, что в нашем случае мы с вами видим, что в жизни встречаются женщины, которые успешны, которые действительно много чего достигли. Но, тем не менее, говорят о том, что я чувствую одиночество, я часто бываю одна. Ну, да, женщин, вот, которые говорят, что они одни, что они чувствуют одиночество, очень много. Но очень бы хотелось, да, прояснить терминологию, вот опять же, в Фейсбуке у Надежды. Вчера, видимо, вечером девушка оставила свой комментарий по поводу, ну, достаточно такой крик души, да, по поводу того, что, почему вы всё время говорите про успех. И в чём это успешность? Как-то вот очень так она достаточно эмоционально высказывалась по поводу того, что успех, он бывает разный. И действительно, если мы об этом говорим, давайте вот проясним, что такое успех, потому что успех может быть совершенно разным. Он у каждого свой, да, для кого-то дом огромный построить, семью большую завести — это успех. Если посмотреть там в глаза, например, многодетной матери счастливой, это, ну, сразу понимаешь, что человек успешен, и ей особые деньги не нужны, да. Но по социально принятым меркам, вот в контексте нашей передачи, мне кажется, что слово «успешное» подразумевает именно успех финансовый, да, карьера, бизнес. Вот если это так, то мы в этом ключе будем. Ну, очевидно, что если она одинокая, то понятно, что успех только в карьере и в бизнесе состоялся. Может быть, в детях еще где-то. Может быть, в детях, да. Но явно мы имеем в виду, что без мужчины, без семьи, да? Да, да. И в этом смысле, конечно, вот полностью счастливой такая женщина себя назвать не может. Я, честно говоря, не видела ни одной. Ни одной вообще. Вот это хороший вопрос, потому что до эфира, пока мы Наталью ждали, Надя принесла выжимки из американской статьи, где женщины рассказывают, что такое на самом деле быть успешной и почему они не одиноки, не находясь в браке. Ну, вот мы обсудили несколько этих историй, и мы поняли, что это, конечно, совершенно не наш случай. Это не наш мир, да. Потому что в нашей стране очень сложно женщине ощущать себя вот именно такой успешной женщиной, когда она одна. Потому что, мне кажется, это испокон веков складывалось, да, что в нашей стране женщина, да, в принципе, и мужчина, да, он проявляется, мы проявляемся друг через друга. Ну, вот последнее, чтобы я вот и дальше предоставила специалистам говорить, мне понравился вот как раз второй сюжет. Пишет женщина-американка, она пишет, один из самых больших обманов, жертвы, к которым мы можем стать, идея, что нам нужен кто-то еще в жизни, чтобы быть цельным. Заметьте, вот уже противоречие с постулатами, которые в нашей морали российской, да, русской. Мы все время ищем вторую половинку, да. Мы ждем пришествия мистера или миссис, чтобы, наконец, начать нашу жизнь и быть по-настоящему счастливыми. Я живу со своим мужчиной на протяжении 15 лет, и мы по-прежнему очень нравимся друг другу. Во многом это получилось благодаря тому, что каждый из нас остается в одиночестве, создавая свет, помогая друг другу достижения наших личных целей. Мы невероятно разные, но ни один из нас не борется за право изменить другого. Мы уважаем и ценим друг друга такими, какими мы есть. Вот я, Надя, сказала одно, что в нашей российской действительности на протяжении веков только объединившись мы можем выжить. Вот семья, любовь и прочие там сопровождающие вещи, это все прекрасно, но в большой очень степени направлено на выживание элементарное. Я не имею в виду, что там с голоду не умереть, а вообще устоять в нашей жесткой действительности. С вами полностью согласна, Света. Действительно так. Но мы сейчас попробуем с вами разобрать тему, которую мы озвучили. Мы уже к ней так плавно-плавно-плавно Там же хотели бы свет в конце дыму показать. Итак, счастлива ли одинокая женщина? Ну вот, например, я могу честно признаться, что я была в разных ипостатях. Я была долгое время, когда ощущала себя действительно одинокой и ощущала, что мне не хватает вот этого состояния счастья. Я не могу называть себя счастливой, хотя у меня есть, например, ребенок, там все складывается хорошо в работе. Я, тем не менее, чувствовала вот какую-то дефицитарность, если рядом со мной не было вот того мужчину, через которого мне бы хотелось проявиться. Не каждая, кстати, женщина об этом может вот так смело сказать, потому что бывает так, что, например, девушки держат, как говорится, форму, лицо и говорят, да нет, мне никто не нужен, в принципе. Я и так все могу. Я построила дом, я посадила уже вокруг этого дома ни одну аллею деревьев, у меня есть дети, и я езжу туда, куда я хочу путешествовать, потому что, да, но потом возникает состояние, было бы неплохо с кем-то все это разделить, да, чтобы хотя бы состояние эмоций, которые я испытываю от всего, от этого, да, они были не только моими, но они еще были еще бы чьи. Да, даже в кино хочется с кем-то сходить, чтобы поделиться эмоциями. Наташа, так вот, счастлива ли одинокая женщина, вот вы, например, сейчас с такими встречаетесь, что они говорят при этом и какие у них запросы? До конца счастливой я не видела, чтобы хоть одна, даже самая успешная, вот в таким, по меркам общества женщина, чтобы она сказала, что она счастлива. Обычно к психологу приходят, говорят достаточно откровенно, да, и если на людях женщина такая может говорить, что я счастлива абсолютно, у меня все в этой жизни есть, жизнь удалась, я сам реализовалась, то, когда приходят к психологу, ну, очень часто такие женщины, как когда-то говорили, да, плачут у окна, вот, наверное, уже не у окна, а теперь уже у психолога. То есть сильная женщина плачет у окна. Да, сильная женщина плачет у окна, да. Но она к психологу пришла не просто поплакать, да, она, наверное, хочет найти причину. Почему такое происходит в моей жизни, да, за что, некоторые задают, за что мне это одиночество? Да, потом скажите, что я хорошая, и нагадайте мне мужа. Да, но психолог не гадалка, да. Поэтому мы этим не занимаемся. Ну, почему не может женщина чувствовать себя счастливой? Потому что, ну, так сказать, причина заложена в сути самой женщины. Мужчина, существо, как бы женщины его за это не ругали, у него такая сила центробежная. Мужчина стремится от центра, мужчина стремится на периферию. Поэтому мужчина осваивает внешний мир, ему там, ну, вот он там в своей стихии. То есть ему нужно все завоевать, да? Да, да. Как можно быстрее, как много сильнее. Женщина – сила центра стремительная. Что это такое? Она тянется к центру. А в центре у женщины что? В центре у женщины семья. Вот одна сама, семья не родительская, семья своя, созданная. Своими собственными руками. Да, возрастом уже в возрасте. И то есть, если женщина там, в этом центре одна, то ей, ну, нету, как сказать… Куда приложить силы? Куда усилия приложить? Там ничего нет. Женщина такой своеобразный, ну, паучок, да? Она вот в центре этой паутины, куда она всё? Всё мне, всё мне. Да, там всё, она устраивает дом, она там что-то делает. И если женщина действительно одна, то ей… Ну, вот ощущение пустоты, вот как Надежда говорила, вот оно так и есть. Это заложено именно в психологии, в сути самой женщины. Ну, мне ещё кажется, тут нужно заметить, что вообще женщина, да и мужчина, наверное, да, существо социальное, да? То есть, вот когда мы одни, это вот, например, у меня сын говорит, мама, а вот мудрецы, они вообще уходили из социума, да, и жили там в бочках, там, где-то там ещё одни. Ведь они, наверное, не от хорошей жизни это делали, да? То есть, от хорошей жизни мы в одиночество не бежим. Или же вы, Света, с нами поспорите? Ну, могу сейчас сказать. Не можете, да? Нет у меня сейчас пока какой-то идеи, я подумаю над этим. А вот когда у нас хорошая жизнь, да, нам хочется этим всем ещё и поделиться, да? Да, конечно. А как же без этого? Ну, вот теперь давайте, наверное, перейдём, рассмотрим опять-таки нас, женщин, да, с точки зрения, как вот мы, да, мы социальные, да, но мы, тем не менее, с этой… Всё сами должны, да, всё должны сделать. Вот, но что, какие качества у меня должны быть, чтобы я чётко понимала, что в моей жизни есть место мужчине? Дело в том, что вот я сейчас попробую вам рассказать момент из предбрачной консультации, да? Вот… Это из опыта. Это из опыта, да. Значит, приходят студенты, и они уже год, в принципе, присматриваются друг с другом и даже уже пытаются вместе жить. И тут пришло время, когда мы хотели бы узаконить брак. И пришли к вам, чтобы вы посмотрели, какие у нас там есть тонкие места, какие у нас есть сильные места, вообще, как нам дальше выработать стратегию, да? И вот сидит девушка, которая великолепна, она всё знает, чего она уже хочет, она уже знает, какое платье она закажет, она сколько гостей пригласит, где свадьба будет. И вообще, как она, в принципе, должна жить, она тоже знает. Но при этом мальчик всё время сидит и говорит, я главный в семье. Вы понимаете? Я главный в семье. На вопрос, а ты сейчас кому это говоришь? Себе, чтобы доказать, да, чтобы утвердиться вот в этом состоянии? Или же ты действительно вот это так себя чувствуешь? И он говорит, нет, я себя не чувствую, главное. А, всё-таки он признаёт, он не ощущает. Потому что она уже всегда всё за меня решила, да? Они ещё не начали жить в браке. И тогда я задаю вопрос девушке, а скажи, пожалуйста, ты реально вот за этого человека хочешь выйти замуж? И она произносит фразу, вы знаете, у него очень хорошая семья, у него такая сильная мама, что я думаю, что вот у такой мамы не может быть плохого сына. Поэтому девочка-то, в принципе, выходит замуж за ту семью, да? И ей хочется, чтобы вот этот мальчик, да, был точно таким же, как та семья, его родительская семья. Но мы-то с вами понимаем чётко, да, что очень часто вот у таких цельных, таких, знаете, властных мам, да, таких, да, у них бывают сыновья совсем не копия этой самой мамы. Я бы сказала даже не то, что не копия, это прямо противоположность, потому что в чём там проблема, да? Мама очень сильная, мама знает, что она хочет, мама знает, что она хочет для себя, для своей семьи, для своих детей. И она чётко принимает за них решение всю их, ну, так сказать, несознательную жизнь, да? То есть и в итоге к 18 годам такой ребёнок практически не умеет принимать решение самостоятельно. Если это мужчина, то мужчина не умеет принимать решение. А мама думает, что сейчас я вот всё поправлю, в 18 лет там что-то щёлкнет, и мальчик у меня раз и начнёт, да, и вдруг он сам сам... Начнёт быть мужчиной. Начнёт быть мужчиной, начнёт вести за собой женщину, строить семью, а он не умеет. А слушайте, ну вот другая, может быть, сторона этой медали. Я себе прекрасно даже представляю, вдруг эта девочка настолько хороша для этой мамы, вот, они вместе, значит, споются, что называется, будут в едином порыве строить ещё одну, значит, надстройку к этой семье, и мальчику будет хорошо, и девочке будет хорошо, и мама её полностью примет. Это как вариант, и знаете, мы будем с вами рады этому, но ребята, получается, что это не их выбор, да, вот это же опять кто-то извне внёс вот эти, да, им правила, корректировки, ещё что-то, да. И я думаю, что мальчик рано или поздно поймёт, что, в принципе, я всего лишь тот разыгранный элемент. Пешка в чужой игре. Да, понимаете, да, и устроит ли это мальчик, да, когда он вырастет в мужчину. Тут тоже, ну, мы сейчас с вами не берём какие-то прямо, да, вот конкретные какие-то, да, варианты. Ну, это ещё девочка, она ещё неуспешная и не одинокая. Да, ну, у девочки уже, да, видно, что она действительно может многого с чего добиться, там есть и потенциал, и всё, да, но она очень быстро перерастёт этого мальчика. Знаете, как вот, образно говоря, там, прожую, да, и извини, и пойду дальше, да. Вот чтобы потом она не пришла к психологу и не говорила, что я одинок и я не могу, да, вот и мальчик в то же время, чтобы жизнь сразу же, вот, по-моему, да, на взлёте, не была изломана, да, вот здесь можно было как раз проговорить, а вот вы посмотрите на себя, да, давайте мы посмотрим. Реально, вы за этого человека замуж выходите? Вы на этой девушке собираетесь жениться, да? И когда ребята отвечают на эти вопросы, конечно, им же хотелось, чтобы они пришли к психологу, и сразу же психолог сказал, вы идеальная пара, ребята, идите в ЗАГС и расписывайтесь, да. Но мне очень нравится, что молодые сейчас, они действительно вот на, ещё на берегу договариваются о том, вот как я вижу свою семью, да, что для меня приемлемо, что для меня неприемлемо. Ну, там мы уже перешли к таким рецептам, как избежать такой ситуации. А вот расскажите мне, профессионалы, пожалуйста, каковы причины того, что женщины у нас очень часто, и много, правда, таких, очень много в России таких женщин, которые красивые, успешные, что мы называем, в финансовом плане, да, действительно, как сказали, дом и аллеи уже посаженные, даже дети есть, но почему-то одинокие это, во-первых, почему их так много, да, каковы причины, откуда они идут, а во-вторых, а мы вообще о каком возрасте говорим, вот когда уже можно ставить диагноз, что она одинокая? Давайте, Света, мы диагнозы с вами не знаем, да, мы с вами говорим о состоянии, да, с которыми люди сталкиваются. Поэтому, вот, мне кажется, Наташа правильно сказала, что иногда у нас и в 25 лет девочка может уже, там, да, руководить, там, например, отделом продаж, там, да, она закончила престижный институт, она взлетает по этой карьере, да, то есть и в то же время она еще никак не может найти себе вот этого кавалера, с которым может, там, создать свое... Уже ощущает нехватку, потому что, может быть, девочка по американскому типу... Ну, в 25 обычно не ощущает нехватку, вот как раз в 25, в 28 говорят, я одинока и прекрасно себя чувствую, я прям, у меня все, у меня жизнь уже удалась. А Свет, Женщина самая красивая, мне кажется, в 27-28 лет. Ну, по статистике, если честно, да, психологи, не психологи, я не помню, кто проводил исследование, самый пик женской красоты сейчас приходится на 30 лет. Ну, уже сдвинулась, да? Да, уже сдвинулась, то есть она еще очень красиво выглядит, да, еще свежо, и при этом у нее уже такая вот женский шарма уже появилась, поэтому в 30 лет сейчас самый пик женской красоты. Так вот, как раз до 30 женщина, даже если она одинока, она чувствует... Вот очень много девушек я встречала, которые говорят, у меня жизнь уже удалась, мне мужчина не нужен, все хорошо, все замечательно. У нее еще чувство страха не возникло в этом времени. А потом приходит, проходит какое-то время, и после 40 я не видела ни одной женщины, которая бы сказала мне точно такие же слова, потому что в 28-26 у тебя есть иллюзия, что все в 5 лет. То есть я поняла, вот, промежуток от 30 до 40 лет, это время, когда проблему можно решить. Ее прям надо бежать уже решать. Конечно, лучше бы ее решать до 30. Тут есть одна особенность. Почему так сложно потом бывает найти пару? Потому что наша психика, она со временем становится менее пластичной. Поэтому говорят, что когда до юности вы ходите замуж, женитесь, вам гораздо проще... Друг другу подстроиться. ...подстроиться друг к другу. А когда вы уже устоявшиеся личности, с ригидной достаточно психикой, это очень сложно. Вот как вы все поворачиваете. То есть вот эта тенденция, которая образовалась на протяжении последних 20 лет, что сначала до 30 гуляем, строим карьеру, путешествуем и прочее, всех узнаем подряд, а потом уже делаем выбор, осознанно рожаем детей, она, оказывается, противоречит нашей физиологии вообще. В какой-то степени, да. И устранению нашей психики. Поэтому, ну, так как мы с вами говорили еще о причинах, да, я бы предложила заглянуть чуть раньше, когда рождается девочка в семье, да. Очень часто мы уже изначально закладываем причину одиночества ее, когда мы говорим, что ты, милая, давай сейчас учись, потом поступай в институт, потом там делай карьеру, да. И мама с папой забыли сказать, что главная функция у девочки – это род продолжить и выйти замуж и быть счастливой, да. И вот эти моменты, которые мы с вами сейчас уже, да, зная, что вот это просто именно когда на консультациях приходят вот такие девушки, женщины, они говорят, нет-нет, мне никогда вообще про семью не говорили. Я, в принципе, да, думала, что человек без семьи может прожить нормально. И, может быть, я, говорит, сама такая, надо поискать во мне причины. Может быть, у меня где-то там что-то сломалось, что я никак не могу создать эту семью, да. А в итоге получается, что когда рассматриваешь ее родительскую семью, там мама была, да, ломовая лошадь, которая все на себя тянула и говорила, вот ты, ой, семья – это не тот вариант, который там вообще доставляет удовольствие женщине, да. Это вообще на дни проблемы. Так хорошо, что я одна, мне не надо тратить время лишнее. Это очень много, да, таких именно семей, в которых действительно вырастают девочки. Ну, вот все-таки в детстве дает главный посыл девочке, а мама или папа, ну, кстати, о девочках все время, ну, по девочкам. Мама или папа дает посыл на построение вот семейной жизни, что это доминанта, что это делает тебя счастливой. Вообще, испокон веков, опять-таки в нашей России, да, вот отношение к семье, это всегда шло от бабушки, от мамы, для девочки, понимаете, да. Но в то же время, смотрите, девочка всегда же смотрела, если есть у нее отец, на отца, да. Да, мы все равно проигрываем ту или иную роль. Очень часто женщина, девушка потом ищет, если она любила отца, она ищет подобного мужчину, понимаете, да, то есть похожего, очень часто бывает такая, девушка приходит и говорит, вот знаете, у меня вот, например, первый муж был, он очень был похож на моего папу, и мне казалось, что если у них есть внешнее сходство, значит, ну, я просто обречена быть счастливой, ну, там, по ряду причин, потому что, в принципе, моя мама никогда не говорила, что она там вот выбрала бы себе другого. Мама всегда жила с одним папой, потому что, как вот вы правильно сказали, считала, что без мужчины в этой жизни не выжить, да, но вот девушка на себя вот эту роль не примерила. Но опять-таки, смотрите, она проживает сценарий, потому что она выбрала первого мужчину, да, похожего на папу внешне, но другие были качества, да, ее они не устроили. Она осталась, развелась, и она опять ищет, потому что она опять-таки помнит слова, да, мамы, о том, что без мужчины очень сложно жить. И она повторяет это, да, мне сложно без мужчины жить, поэтому я постоянно буду искать того, пока которого не найду. Ну, кстати, ищут все, да, нет такого, что все, я вот... Поставила точку. Все точку, да, я один раз в жизни видела женщину, вот у нас есть в названии, да, осознанный выбор или там, да, один раз в жизни видела женщину, которая осознанно выбрала одиночество, причем я ее видела не живьем, а по телевизору, да, эта женщина... Она рассказывала про это. Она рассказывала этой женщине. То есть мы не могли залезть к ней под кожей и узнать, что же там на самом деле. Нет, там действительно было что-то такое. Аргументировала. Женщине было, по-моему, около, ну, за 50, да, там 56. То есть ее снимали в ее шикарной московской квартире с огромной собакой, там док такая у нее была. И она была на тот момент главным патологоанатомом Москвы. А, прекрасно. Да, и она сказала, что когда-то давно мне так увлекла моя профессия, мне было так... Это интересно, я просто действительно в молодости сделала осознанный выбор, что я не смогу уделять столько времени мужу и детям, я выбрала осознанное одиночество. То есть ей профессия доставляла гораздо больше удовлетворения, она ее наполняла, да, вот мы говорили про пустоты, которые образуются, которые мы называем одиночеством. Это был действительно осознанный выбор, да, и она говорит, я понимаю, чем я заплатила за свой выбор, я готова была за это заплатить, и я ни о чем не жалею. Все, больше я не видела женщин, которые бы не искали в себе пару. Давайте попробуем сейчас вернуться, да, к вопросу причины женского одиночества. Вот смотрите, хорошо, мы проговорили про то, что это может быть в детстве, да, какие-то недочеты со стороны родителей, да, но тем не менее, что еще может помешать женщине создать семью современной, успешной? Когда женщина уже успешна, она уже, так сказать, в потоке своего успеха, одна из основных причин – это банальная нехватка времени, потому что на все нужно время, и у каждого в сутках только 24 часа. И если ты хочешь посвятить это время, кусочек этого времени, да, своей семье и любимому человеку, тебе надо будет его откуда-то забрать. Это время, то есть надо будет забрать его у карьеры, у бизнеса. Элементарно, чтобы познакомиться, чтобы сходить на свидание, чтобы вечером прийти, приготовить ужин, да, любимому человеку, нужно время. И, ну, к сожалению, большинство девушек не готовы забрать это время у своей карьеры или у своего бизнеса и посвятить ее молодому человеку. Именно поэтому так в Москве, например, сейчас популярны вот эти вот, знаете, Быстрые свидания. Быстрые свидания, да, потому что люди… Это тоже западная идея, кстати говоря. А потому что люди очень заняты, и вот я вот так просмотрю быстро-быстро за 5 минут, да, поговорив с человеком, переберу, вдруг что-то щелкнет. В Кирове ведь такого нет. Нет, говорят, что есть. Такие уже, да, у нас тоже быстрые свидания. Но вот только аудитория, которая туда приходит, это как раз не те люди, у которых очень мало времени, да. Это, скорее всего, другие причины-то приводят. Это уже как вариант решения, например, какой-либо там, да, своей задачи. Вот мне кажется, здесь очень важно, наверное, отметить, что когда мы рисуем ситуацию нехватки времени, она тоже ведь надуманная, да. Потому что вот умение распоряжаться этим временем в наших руках находится. Конечно. Если ты себе говоришь, что ты загнанная лошадь там, или нет, я там очень успешная загнанная лошадь. Значит, я работаю, потом у меня ребёнок один-второй, потом, значит, нужно ребёнка туда-сюда, пято-десятое, вечером прийти бы домой, протянуть бы ножки, значит, включить любимый сериал, и всё, когда мне ходить? А потом ещё в таких городах, как Киров, куда мне ходить, возникает вопрос. Да, и, Света Ивановна, получается, что мы что делаем? Мы просто неправильно расстанавливаем приоритеты. Приоритеты именно, приоритеты даже не... То есть мне... Когда у меня где-то проблемы на работе, либо там задачи какие-то на работе, которые мне надо шагать, они вот тут, они сейчас, они моментальны, да, и какое там, куда убежать, какая перспектива? Ведь молодой человек, он появится или нет? Это ведь ещё когда будет, да, и там сколько я ещё к этому пойду? А проблема-то сейчас на работе. Да, особенно если эта ситуация затягивается, то про молодых людей вообще уже... Ну, да. А как он выглядит вообще? Вот, смотрите, следующее, да, по поводу времени. А потом чаще всего возникает такой вопрос у женщины. А мне кажется, что нет мужчин, достойных меня, да? Это вот, вот, прямо вот я себя поставила на пьедестал, да? Меня вот этот не устраивает по этой причине, вот этот, этот не устраивает, да? А потом смотрит и говорит, слушайте, вот я на этого мужчину смотрела, и, ну, там ведь ничего такого нет, что прямо вот, да, а почему-то моя подруга обрела с ним счастье, да? Вот эти вот тоже, каждая, примиряя себе, партнёра, да, она должна чётко понимать, чего же она ожидает от человека, чего она хочет в отношении от этих. Почему? Одна может быть счастливой с этим мужчиной, а другая сказала, фи, это не моя пара, да? А вот это хороший вопрос. Вот нас в детстве, кстати, не учили обращаться к себе и анализировать, что делает тебя счастливой. Чего ты хочешь, потому что сейчас... Что делает тебя счастливой, там, Машенька? Я люблю читать книги, или мне нравится вот такой-то герой, я люблю размышлять над этим. Мне нравится босыми ногами ходить по траве. Может быть, её счастье будет продлиться где-нибудь на природе с фермером, понимаете? Конечно. Нас ведь не учили этому. И поэтому мы, врастая, тоже не успеваем анализировать и не умеем анализировать, а что нас наполняет частью. Потому что мы быстро-быстро закончили школу, пошли в институт и начали строить карьеру. Ну, нас просто современные девушки и женщины, да, успешные, неуспешные, без разницы, они хотят всё сразу. Я хочу всё, да, что ты хочешь, да, чтобы был красивый, спортивный, успешный, с деньгами, с квартирами, не обременённый прошлыми браками. В общем, вот всё-всё-всё-всё прямо. Вот это, кстати говоря, спорно. Я знаю очень... Это последний мой будет пример. Я занимаюсь весь наш сценарий. Я знаю очень много примеров, и они все совершенно счастливые. Это как раз, когда мамы научили девочек, что нужно лет в 17-18 присмотреть себе мужчину, который должен быть женат, у которого уже должны быть дети, чтобы посмотреть, какого они качества, который должен быть уже состоявшимся, и ты должна знать, как он зарабатывает деньги. Ты должна к нему присмотреться, ты должна его увезти из семьи, если он нам подходит, выйти за него замуж и будешь счастлива. И у меня таких примеров очень много. И правда, бывшая жена, естественно, выплёвывается, ребёнку может повезти, и его могут ещё как-то опекать и даже, в конце концов, подружиться. Но уводится вместо старой, заменяется на новую, причём большой, конечно, разрыв в возрасте бывает. И у мужчины новая жизнь. И у мужчины новая жизнь. И у женщины уже готовый мужчина, состоявшийся, выпистыванный предыдущей женой. И женщина знает, что уже девушка. И финансовость, она прекрасная. И она уже знает, как выстраивать отношения. И всегда это сопровождалось мамами. Всегда сопровождалось мамами. Настрой был прям такой. И семьи эти счастливые, кстати. В итоге. Ну вот я бы сказала, да, делать вывод о том, насколько счастлива моя семья и моя семейная жизнь, я бы посоветовала лет так, ну, как минимум в 70. Ой. Потому что жизнь так переменчива. Потому что то, что сейчас у тебя всё хорошо, и твой мужчина на волне, на коне, и ты вместе с ним, это не значит, что так будет завтра. Есть масса примеров, когда всё это счастье падало в бездну, по стечению там, не знаю, политических, экономических, любых обстоятельств. Поэтому сказать точно, что да, моя семейная жизнь удалась действительно, вот будет лет 70. Ну, Светлана, ваш вариант, который вы сейчас озвучили, да, действительно имеет место быть, и действительно... Прогматизм потрясающий. И действительно, если, например, девушка понимает, что она вложила в эти отношения, да, то она уже к этим отношениям относится не ай да как бы, да, а она уже действительно там всё продумана. Всё очень продумано, и в связи с этим мужчина-то тоже очень счастлива в таком браке, потому что... А сколько там лет девушкам в среднем? Ну, да. Я думаю, что это начинается как раз сразу после выпуска из школы. А вот когда они уже счастливы, и мужчина счастлив в новом браке, девушки, это сколько там? Я могу... Так и предположить, да? Я не буду ничего... Нет, раскрывать. Примерно там 27, 30, 35, да? Ну, то, что я могу проанализировать, это длинные уже истории, и эти истории успешные. Вот сейчас я могу сказать. Это, знаете, вот тот же самый пример, ну, может быть, немножко с другой стороны, да, это когда в России, да, испокон веков, когда вот, например, там, да, одна семья, ну, как клановость, да, такое понятие, когда, например, родители говорили о том, что вот было бы неплохо тебе, милой, там, да, связать себя узами вот с девушкой из той семьи, да, и также то же самое говорилось с девочками. Потому что родители, они, ну, во-первых, это и материальные, там какие-то, да, были составляющие деньги к деньгам, как говорят, да, но и в то же время очень часто родители действительно видят, когда мама... С высоты прожитого опыта. Вот, например, ваша дочка привела там с мальчика какого-то и говорит, вот, мама, мне очень-очень нравится этот мальчик, да, я хотела бы с ним создать семью, но ты, глядя на мальчика, понимаешь, что, ну, нет, не для моей девочки он, да, и это ещё надо постараться. А здесь, наверное, очень ещё важный момент, чтобы у вас так были выстроены отношения с девочкой, чтобы она твою позицию слышала и принимала, да, да, то есть не нахрапом так, нет, ты не пойдёшь за него, он тебя недостоин, он тебя разрушит с жизни. И она делает всё наоборот, да, уходит из семьи, уходит замуж за этого. А именно она слышит мальчика аргументы, она себе представляет, как это может быть. Ну, тут от мамы, конечно, очень многое зависит, каким образом она этот разговор построит и каким образом она мягко и так, так же, чтобы девочка не увидела, сакцентирует внимание на тех вот недостатках, которые важны в данный момент для девочки, а не для мамы. Для мамы могут быть совершенно другие вещи. Давайте такую небольшую черту подведём промежуточную, резюмируем причины возникновения вот этого состояния одиночества у успешных дам. То есть первое, о чём мы говорим, ну, мы всегда об этом говорим, дело там в детстве и в семье, да, как родители с девочкой вели разговоры насчёт семьи. Да, и какие делали акценты, да, какие давали ориентиры. Да. Потом юношеский возраст, там основная причина, которая могла быть заложена. Я бы сказала, стечение обстоятельств в юношеском возрасте. Ну, вот знаете, в юношеском возрасте, да, очень важно тоже, опять-таки, девочке и мальчику дать понять, что у тебя сейчас есть время, период, когда ты можешь знакомиться, выбирать, примерять, да, ну, то есть присматриваться, насколько мне это с этим человеком интересно, насколько нет. Потому что мы же знаем с вами, да, бывают такие семьи, которые там девочку держат вокруг, ну, в семье, в лоне семьи, там лет до 18-20, да, не дай бог, там ты, там еще что-то, ну, какие-то определенные грани, да, такие, причем жесткие, выстраивают, что девочка, когда она выбегает вот из этой территории, вот, родительской семьи, ей кажется, любой мальчик ей подходит сейчас, понимаете, да. Да, вот еще то, что сказала Наталья, да, что надо помнить о физиологии, что если молодой брак, вы еще можете там... Биологические часы, они никто... Их никто не предъявлялся, воспринять друг друга, вы вообще думаете, в одной парадигме у вас нет страха, в том числе и страха, там, расставания или измены, или еще чего-то, ну, за редким исключением, там, да, все то, что накапливается уже к 30 годам и выстреливают после 30. И страхом тебя таким тянет, да, а вдруг, а вдруг, а вдруг. А тут еще все хорошо. И еще все успею, если что. Да, и прекрасный розовый период, и вот ни одна, не знаю, я не видела ни одной девочки, чтобы вот она в юношеском возрасте думала, я построю себе карьеру одинокой. Все хотят любви, все хотят пары, все хотят долгой счастливой жизни, а потом как-то вот раз и бывает, покатила у девушки карьера-то. И думают, я успею, я все-все-все-все успею. И вот к 30 годам она думает, я еще все успею, а там? А там оп, и уже очень резко начинается какая-то вот такая опомнилась и решила, что это проблема, побежала, начала судорожно что-то делать. Она решила, что это проблема. Да. И проблема-то в ней. Да, и начинает в себе копаться. Знаете, это, кстати, это лучший вариант, когда женщина говорит, что нет, вообще проблема не во мне, у меня такая судьба, я сложила вот тут сейчас, вот карьеру я своими руками создала, а вот семью я своими руками создать не могу. Да? Вот меня всегда удивляет, почему ты столько всего можешь в этой жизни, почему ты не можешь вот эти задачи, да, поставить теперь. А теперь моя задача решить, чтобы я была счастлива в семье. Для этого что нужно сделать? Ну, в буквальном смысле слова, да, это первый пункт, второй пункт, третий, ну, ты же умеешь, у тебя есть тайм-менеджмент, ты вообще, ты умеешь вырабатывать стратегии, ты умеешь ставить цели, добиваться их. Почему тебе взять и вот эту энергию, с которой ты создаёшь свою карьеру, свою вот эту жизнь, ту успешную, не направить на сегмент семьи? И, кстати, если девушка, женщина начинает задумываться об этом, да, то делать шаги, то она добивается своих результатов. Никуда же природу не денешь, понимаете? Но тут надо грамотно, чтобы она, да, потому что или же она со своими вот этими качествами, которые свойственны мужчине, да, там, целеустремлённость, какие там у нас ещё есть, да, там, здесь и сейчас я решаю все вопросы. Если она с этими же качествами подходит к мужчине, да, ну-ка рассмотри меня как вариант для своей совместной жизни, он говорит, о, извини, я так-то женщину искала, а не подобие мужчины, да, и поэтому она понимает, что её сейчас не выбрали, и ей приходится начинать меняться, да, а это ведь тоже очень сложный процесс. То есть я превращаюсь из той карьеристки в женщину. А как это мне сделать? Меня никто этому не учил. Мама, ой, мама, ну мне уже 30, там, 40 лет, какая там мама, да, я уже сама должна где-то уметь промолчать, где-то уметь показать, что я умна и оригинальна, да. Могу себя подать. Да, могу себя подать. Но каждый раз моменты, да, конкуренции, вот, например, опять-таки из опыта, с разрешения пары привожу пример, когда мужчина говорит, наш брак распадается, это уже предразводное состояние, и причину он называет, она всё время со мной конкурирует. во всём. Каждый день я с этой конкуренцией сталкиваюсь на работе. Я возвращаюсь домой, и я испытываю те же самые эмоции. Мне проще встретить и завести другую женщину, да, встретить женщину, которая не будет со мной всё время конкурировать, которая не будет мне напоминать о том, что рядом со мной не женщина, а мужчина. Мне хочется мягкого, пушистого, понимающего рядом с собой человеком, да, который даёт мне почувствовать вкус жизни другой. Вот этих пирогов, да, вот этих тортов, там ещё чего-то, когда я могу просто не спеша с этой девушкой, женщиной прогуляться по опавшей листве и наслаждаться всем этим. И жена говорит, которая прожила с ним 15 лет, слушай, почему я тебя 15 лет устраивала, да, а сейчас не устраиваю? Он говорит, потому что ты 15 лет, я всё-таки ждала, что ты изменишься, а ты не меняешься, понимаете? И вот эти состояния готовы, да, вот как у нас бывает, что мы вышли замуж за человека, который, например, растёт и развивается, да? Сейчас во мне заговорила феминистка, он очень ждал, что она изменится, а что он сделал для этого. Отличные, кстати, отличные слова, потому что, смотрите, очень часто бывает такое, что, ну, если, почему ты ждёшь? Ты говори, да, меняйте смеси, растите, да, и тогда у вас будет... Принимай решение побыстрее, тут 15 лет прошло, ты ты ещё, а она-то уже... Да, очень сложно мужчине сказать женщине о том, что его не устраивает. Эта женщина влёгкую говорит мужчине, так, у меня тут вот это, тут вот это, тут вот это, а он так... Во-первых, скажи-ка ей, да, и сейчас тебе тут столько обратно прилетит, что лучше промолчать. Поэтому мужчины чаще всего выбирают стратегию не говорить своей женщине... В сообразии. А потом через 15 лет, да. Просто раз, и всё, и ушёл, и всё, и она сидит. Ну, потому что я сейчас могу попробовать примерить на себя совсем другой образ девушки, да, у меня, может быть, новая весна, да, в отношениях. И так ли до 70? И так ли до 70? Да, мужчина, он вечно жених. Ну, вот это как раз по вопросу, а много ли в нашем городе успешных и одиноких, понимаете, да? Кого? Да, мужчин. 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 Вот, и ещё вот тут есть очень такой важный момент, как мы уже с вами говорили про детство, да. Сейчас, не буду называть школу, но вот, например, я, когда общаюсь с детьми, с девочками, с подростками, и спрашиваю, а почему ты вот пошла вот именно вот в эту школу? Она говорит, понимаете, мне мама сказала, что я сейчас вот здесь должна себе мужа найти. Хорошая мама какая, правильная? Вот здесь сейчас я мужа найду, а вот потом у меня всё дальше уже хорошо сложится. Да, поэтому... Ну, это история, которую я приводила, только в более раннем возрасте. Да, 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 да. То есть где девочка будет искать? Хорошо, что мама ей об этом сказала, что тебе нужен муж, потому что некоторые ведь мамы об этом не говорят, да? Но мне очень нравится сейчас, например, есть такие уже варианты, когда папа приводит девочку подросткой и говорит, слушайте, воспитываю один, там, да, по какой-то причине. Вы, пожалуйста, ей объясните, да, что вообще от неё потом в жизни требуется. Потому что я, когда ей говорю, она не слышит, да? Потому что папа для девочки это одно составляющее, да? Да, это разное. С мамой не заменит один другого точно. Опять-таки тема, да, успешная, одинокая, что это судьба или осознанный выбор. Я бы хотела сейчас, чтобы каждая из вас ответили мне на этот вопрос. Как вы, Света, считаете, у женщины это судьба или же это её выбор? Ну, я считаю, что это точно неосознанный выбор. По поводу осознанного выбора я уже ранее приводила пример. Это единственное, что я вообще слышала, видела и слышала за всю свою жизнь. Это, скорее всего, вот, ну, как я говорила, стечение обстоятельств. Вот хотела одно, потом увлеклась чуть-чуть карьерой, потом вдруг как-то неожиданно покатила, слишком увлеклась, когда опомнилась, уже оказалось поздно, уже поставила своё одиночество в ранг проблемы и, ну, со всеми вытекающими, так сказать, последствиями. Да, я вот тоже поддерживаю Наталью в том, что она говорила и сейчас, и до этого, что если в 30 лет тебе кажется, что это твой осознанный выбор, у тебя всё хорошо, то после 40 вообще так не кажется. И я согласна с тем, что ты начинаешь анализировать и понимаешь, вот здесь, вот здесь, вот здесь упущенный шанс, вот здесь вот чего-то там не сделала, здесь себе не поставила задачу. И всё. А дальше, а дальше встаёт вопрос. Как с этим быть? Да, или же говорить, что да, это моя проблема, и сидеть не решать эту проблему, да, или же говорить, мне очень нравится фраза, это моя задача, и я сейчас её с лёгкостью решу, да. Ну, какие практические рекомендации, Наташа, вы дадите нашим девушкам? Ну, первое, что я бы хотела сказать, это поговорите честно с самой собой, вот прям по-честному. Честно говорю, что это не очень просто, потому что это сложнее, чем разговаривать по-честному с другим человеком, потому что, когда ты говоришь самой собой, ты проходишь через множество психологических защит, которыми твоя собственная психика оберегает тебя. Обросла уже за всю эту жизнь. Она тебе такую подушку, да, устроила, что вроде всё хорошо, всё хорошо, не волнуйся. Надо пройти через это и решить, мне действительно нужны отношения, я готова заплатить определённую цену за то, чтобы они у меня были. Цена – это время, это силы, это умение уступать, это много чего, да. Если я готова, всё можно решить абсолютно, в этом нет ничего сверхъестественного. Если же я понимаю, что я не готова вот эту цену заплатить, то прекрасно, я принимаю это решение, начинаю наслаждаться плюсами одиночества, в одиночестве масса плюсов. Например, хочу слышать эти плюсы. Ну, как говорила замечательная героиня старого фильма «Девчата», да, хочу халву ем, хочу пряники, да, мне не надо ни к кому подстраиваться. Всё это время принадлежит мне, я куда хочу, туда иду, я ем, что я хочу. А я хочу халвой и пряниками поделиться с другим, понимаешь, да? Это уже другое. Это выбор. И тогда мне придётся понимать, что не только халву и пряники я буду с ним делить, да, но он ведь тоже что-то хочет. Возможно, то, чего не хочу я, и мне придётся делить это с ним. В общем, самое главное – быть с собой честной, с собой поговорить и принять решение. Надо сказать сразу же, мне кажется… Не обманывай себя. Не обманывай, что решение ведь можно и пересмотреть. Конечно. Но на этом этапе надо определиться и успокоиться. Всё, сижу ровно на попе, я одна, и два года занимаюсь чем? Я хожу там в спортзал, с подружками в кафе, езжу путешествовать, или там, наоборот, с головой в работу, что угодно. Но вот принять решение и вот эти вот пустоты-то свои заполнить, вот как тот патологоанатомик. Чем-то важным для себя. Заполнить. Интересным. А потом его снова пересмотреть. Вот в чём прелесть вот этих списков, которые Надежда говорила, что ты написал для себя чего-то там. Я как-то в своём одном из редких интервью писала, что да, я там пишу списки, он на 20% примерно выполняется, потом, значит, я его благополучно снимаю. И очень хороший процент, я считаю, выполнение. Правда же? Конечно. Так как у нас практическая психология называется программа, то хотелось бы озвучить методику, которая работает великолепно. Потому что женщина, когда составляют вот эти списки или, как я их называю, портрет визуализации, чего ты хочешь, какого человека ты хочешь встретить, описываем прямо в буквальном смысле слова всё. Прямо в мелочах. В мелочах. Цвет глаз, рост. Чем бы вы хотели, чтобы этот человек занимался, чем бы он увлекался, увлекался, вообще, какие у него времяпрепровождения, какое у него, что, в конце концов, у него уже есть, чего у него ещё пока нет. Какие качества. Да, качества. Это обязательно. Потому что, когда ты это прописываешь, ты уже себе отвечаешь на очень многие вопросы. А какого человека я вижу рядом с собой? Да. Ну, а потом немного магии. И всё. Работает? Вот честно, я не знаю, когда, но это работает. Вот такой способ, он точно работает. Поэтому очень часто бывают такие моменты, когда женщина просто не знает. Я беру всё то, что ко мне идёт, да, вот некоторые женщины говорят. Потом на себя примеряю, смотрю, нет, это мне не подходит. И вот, чтобы этого не было, вы чётко поймите, чего вам хочется. Какого человека вы видите рядом с собой? Что вы вообще с этим человеком прогнозируете? Каким образом вы будете жить дальше? И какие вы будете получать от этого эмоции, ощущения, какие плюсы, какие минусы? Потому что любые отношения это всегда живой организм, да? Вы должны понимать, что не только вы чего-то хотите от этого человека получить, да? Но и вы должны быть готовы ему что-то дать, потому что иначе это не отношения, да? Иначе это... Два таких, да, отдельных друг от друга человека, не перерастающих какой-то вот общий... Ну, конечно, они останутся двумя... Вот как писала женщина американская, да? Что мы две самостоятельные личности, и это прекрасно и замечательно, но у этих двух самостоятельных личностей есть общее пространство, где они, мне кажется, очень близки за 15 лет. Так, кстати, не упоминались дети совершенно. Да, дети там... И это такая распространенная история на Западе, на самом деле. Когда... Смотрите, вот, например... Дети не главные условия семьи. И в то же время, например, на Западе очень распространён гостевой брак, что в сущности у нас, да, так до сих пор не может прижиться в нашей стране. Хотя вот девушкам после 40, наверное, когда уже и бизнес, и очень много времени туда уходит, и совсем чуть-чуть, да, на отношения, но пустота-то чувствуется, очень бы такой подошёл вариант, но у нас, в нашей менталитете... Это неприемлемо для мужчин очень часто. А именно для нашим, да. Для чего это? Есть прекрасные женщины, которые будут жить с тобой рядом. Зачем тебе все эти... Приходящие, уходящие. Да, какие-то непонятные отношения. Потом ещё иди объясняй друзьям, что это такое у тебя, что за новая форма взаимоотношений. У нас остаётся совсем немного времени. У меня такой вопрос к вам. Вот когда мы говорим, что нет одиноких и счастливых, одиноких мужчин, успешных и одиноких их нет, здесь, вокруг нас. Надо куда-то за ним поехать. Значит, поехать в другой город, в другую страну, на пляж, я не знаю, в Сочи, ещё куда-нибудь. Это действительно так? Или всё-таки вот есть масса женщин, которые себе позволить выехать никуда не могут? Да, и они в то же время одиноки. Или они уже неуспешны, если они выехать не могут? Вот тут, наверное, знаешь, Света, в твоём вопросе, наверное, кроется вот какой. Ну, я, по крайней мере, услышала, да. Вот вопрос, почему много женщин? Да, и так мало мужчин. Очень многие же женщины говорят, вот я активную позицию заняла, я ищу этого мужчину, я там встречаюсь, я знакомлюсь на сайте знакомств, там, да, я даже, там, столько всего уже придумала, перепробовала, но я не могу найти свою вторую половинку, да. И вот тут мы с вами должны тоже понимать, что это тема конкуренции, потому что действительно мужчин меньше, действительно у нас есть такой момент, как самые лучшие мужчины, да, в нашей стране, именно в нашей стране, они были в какой-то период истреблены, да, то есть, например, война, да, сколько у нас было, да, сколько у нас было, там, лагерей, да, самых лучших учёных, художников, их опять там сажали, расстреливали, всё что угодно. И вот мы с вами, да, это, в принципе, всё то, что осталось от тех, кто выжил. То есть, вот эти вот лучшие экземпляры, да, они были уничтожены. И тем не менее, мы с вами среди того, что есть, ищем, и каждая, если она ищет, она обязательно найдёт. Я просто в этом уверена. Мне тоже кажется, что не надо далеко ходить. Здесь вообще замечательных, умных, вообще мужчин, с которыми можно жить, их очень много. Надо просто понимать, действительно, что ты хочешь, и построить семейную жизнь, я не знаю, мне кажется, легко. Вам кажется, легко, да? Но мы всё-таки помним о том, что отношения – это всегда труд, да? То есть, это всегда обмен, да, временем, энергией. Это всегда, да, какие-то ценности, которые приносишь ты в свою жизнь, и он в твою, да? Ну, а по поводу того, что ехать куда-либо и искать там, например, да, принца, да, почему бы нет? Если ты посмотрела вокруг… Я смотря, что в списке, да. Да, я смотря, что в списке. Если ты посмотрела вокруг и говоришь, и глаз не останавливается, да, я хочу чего-то другого, то, девушки, садимся, летим, едем, плывём, да, потому что, мне кажется, ну, нет границ для того, чтобы вас остановить и чтобы вы смогли построить свою счастливую семейную жизнь. Сколько раз нужно сходить к психологу, чтобы там вот настроиться? Настроиться. Иногда бывает достаточно одного раза, да? А иногда бывает. А иногда бывает, женщина приходит годами, потому что процессы, которые в ней вот как раз, да, глубинные, внутренние процессы. Они ей мешают жить и двигаться в этом направлении. У нас завершилось время программы. Ну что ж, спасибо вам большое. Мне сегодня было интересно. Я сегодня прожила прямо в нескольких ипостасях, как я уже вначале говорила, что лично в моей жизни было всё. И состояние одиночества я его проживала, и наслаждалась этим, и тяготилась этим. И состояние счастливой семейной жизни я тоже иногда наслаждаюсь, иногда тягощусь этим состоянием. Потому что, ну, это жизнь, правда? И поэтому я всем вам желаю счастья, благополучия ровно настолько, насколько вы этого хотите. А сегодня в программе практической психологии была тема успешная и одинокая, что это осознанный выбор женщины или же это судьба. Мы с гостями, с Натальей Рыбаковой, практикующим психологом, и со Светланой Занько, главным редактором нашей радиостанции, ответили, что всё-таки, наверное, это неосознанный выбор женщины, это, наверное... И даже не судьба. И даже не судьба. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Спасибо огромное, до свидания. Практическая психология